Дарья Тарасенко Козе без еды и воды собака провела несколько дней в заперти на балконе. Спасти питомца помогли неравнодушные красноярцы. Как не превратить праздничное меню в испытание для желудка? Советы диетологов третьей части выпуска. Ну и начнем с дорожной обстановки. Практически целый день Красноярск стоит в пробках. В среднем, по данным портала Яндекс, в городе в течение дня сохранялись семибальные заторы. Сейчас дорожная обстановка оценивается в 3 балла. В городе множество мелких аварий, а проезд по основным магистралям затруднен. Одна из причин дорожных заторов сегодня – это предновогодние поездки красноярцев по магазинам. Приезжают за покупками и гости из других районов края, затрудняя дорожную обстановку снег, метель и сильный ветер. По данным синоптиков, его порывы в течение дня достигали 15 метров в секунду. Метеорологи говорят, что снег будет исти еще сутки, а вот ветер за ночь успокоится и завтра метели не будет. Ну а в Норильске метели вовсе сковала город. Штормовое предупреждение спасатели объявили накануне. Снежная буря, порывы ледяного ветра до 27 метров в секунду и зимняя стужа – все это Норильск последние пару дней. Видимость на дорогах не больше одного километра, а местный аэропорт принимает и отправляет рейсы только во время затишья. Из-за погоды, по предписанию метеорологов, родителям даже разрешают не отправлять детей на учебу. Очевидцы выкладывают их в сеть фотографии и видеозаписи с занесенными по второй этаж зданиями, а также людьми, которые пытаются прорваться сквозь ревущую метель. Однако есть те, кто не унывает, например, хозяева собак со своими питомцами. Им такая погода похожа только в радость. А теперь к происшествиям. Сгорели заживо. Сегодня недалеко от поселка памяти 13 борцов произошло ДТП. По словам сотрудников ГИБДД, автомобиль «Тойота Дуэт» ехал со стороны Ачинска в направлении Красноярска. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с другим авто. От удара японская малолетражка слетела в кювет и загорелась. Водители-пассажир выбраться не смогли и погибли в огне еще до приезда МЧС. Пока стражам порядка не удалось установить личности погибших. Второй участник аварии на автомобиле «Тойота Королла» и трое его пассажиров госпитализированы с различными травмами. Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. 500 человек и у каждого разные сценарии. Два часа на тестирование. Новый терминал Красноярского аэропорта сегодня проверили добровольцы. Объявление о наборе волонтеров для тест-драйва нового корпуса появилось около полугода назад. Всем зарегистрировавшимся выдали разные сценарии. Кто-то летит в Москву без багажа, кто-то везет животных в Байкит, кто-то хрупкие ценные вещи в Игарку. Задача теста – проверить, насколько терминал готов к приему настоящих пассажиров, все ли системы работают слаженно и без сбоев. Как это было в сюжете? Без комментариев. Первое, что встречает всех пассажиров на входе в аэропорт – это интроскоп. Сюда все складывают свои вещи и пропускают их через специальный аппарат рентген. И сейчас мы пропустим первый объект за сегодня. Это наш микрофон. Проверим, насколько хорошо работает аппарат. Здесь больше места, здесь очень просторно. Здесь находиться приятно и работникам, и, я думаю, пассажирам будет очень красиво. У нас давно уже не было возможности работать в таком терминале. Это посадочные талоны, но это будут пробные квитанции на оплату. То есть негабаритный багаж будет сдаваться на секции, они будут проходить в кассу для оплаты, и мы будем выдавать им пробные посадочные талоны. Самолет никого запускать не будут? Так нет. Мы летим в Байкит по первому сценарию. А в первом сценарии это что? Ну, должны улететь, сдать багаж. Благополучно приземлиться, надеемся. Что-то особое везете? Нет, конечно. Удобно? Удобно навигацию сделать? Ну, надо привыкнуть пока вот. Мы везем с собой по сценарию просто животное. Ну, в данном случае это больше похоже на... Ну, кто-то думает, что кошка, кто-то думает, там, на зайца. А вот... А вот... А вот, потому что на особой кошке есть. А в общем... Он намного больше, как бы, ну... Я надеюсь, он будет красивее, лучше. Топнее было, на что. Это большое пространство, много воздуха. И, ну, это крутые такие ощущения. Вот, здорово, что у нас Красноярский аэропорт такого уровня, в принципе, есть. Который, ну, по таким мировым стандартам сделан. Все без замечаний, все очень быстро, оперативно. И регистрация на рейс, и паспортный контроль, досмотр. Какую оценку поставишь? Ну, наверное, пять из пяти. Номер какой у вас линии у вас? 26.04. 26.04. Первый день хоккея в истории Красноярска. Спортивный праздник прошел сегодня на стадионе «Рассвет». Гости мероприятия приняли участие в разных зимних состязаниях, где главным атрибутом, конечно, были коньки или клюшка. Сыграли здесь и в хоккей с мячом. Но не в простое, по правилам матча, поколений. Команда состояла из двух взрослых игроков. Они не имели права бить поворотом. И трех детей, которым такое право и принадлежало. Из знаменитостей на заразные команды на лед вышли чемпион мира по хоккею с мячом Артем Бондаренко, глава кросс-спорта Валерий Черноусов и мэр Сергей Еремин. Он рассказывает, что в этих ребятах узнает молодого себя. Я знаю это лично по себе, когда я в детстве, так же, как вот эти пацаны, каждый вечер прибегали на деревенский каток и гоняли мячик. Поэтому было счастье определенное, когда тебя из детской и юношеской команде позвали поиграть во взрослую команду. Это, конечно, вообще был, наверное, пик детского счастья. Я понимаю сейчас состояние души вот этих ребят, которые особенно видят на коробке, играют с чемпионами мира. Это, конечно, просто у них навсегда, думаю, на всю жизнь врежется в их сознание. Наказывают за уборку. В ЛНД местным жителям, которые убирают снег возле домов, выписывают штрафы, сообщает местная телекомпания Оригус. Горожане рассказывают, что сумма взыскания – 2000 рублей. По словам бурятских чиновников, снег нужно не просто отбрасывать в сторону, а вывозить из города в специально отведенные места. Потому что улица – это муниципальная собственность. Примечательно, что за несколько дней до этого мэр ЛНД лично просил жителей помогать в уборке снега. В начале декабря в сибирском городе выпала полуторамесячная норма осадков и своими силами коммунальщики со стихией не справились. На вопрос у журналистов о том, что делать с противоречивыми штрафами, местные администрации предложили оспаривать их в суде. Пять лет тюрьмы за жестокое обращение с животными из Совет Федерации ужесточил закон об издевательствах над питомцами. На 17 лет назад в очередной серии проекта кинохроники «Краснояре» о православной миссии по Енисею. Вы смотрите новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Без еды и воды на холодном балконе. В новости ТВК обратились жители микрорайона «Солнечный», которые стали свидетелями жестокого обращения с собакой. По словам людей, на балконе в одном из жилых домов заперти пёс просидел несколько дней. Илья Филонов с подробностями. Эти кадры нам прислали и зоозащитники. На них Зевс. Пёс, запертый на балконе в минусовую температуру. Его обнаружили соседи снизу. Несколько дней они слышали вой собаки днём и ночью, а её испражнения текли на балкон снизу. Но когда животное затихло, люди обратились к волонтёрам. Так лениво собака вела себя не зря. На тот момент, возможно, её состояние уже было предсмертным. Без еды и воды на девятом этаже на запертом балконе животное провело по меньшей мере четверо суток. Где всё это время был хозяин, никто не знал. Попытки помочь бедному животному соседи обратились в полицию. Поздно вечером на место приехал участковый и дверь ему открыл. Хозяин. Оказывается, он вернулся домой накануне. Его доставили в отделение и взяли объяснительную. По словам правоохранителей, мужчина всё это время был в Канске. Ехать туда он планировал ненадолго, однако по пути машина сломалась, поэтому пришлось непредвиденно задержаться. В каком состоянии пёс сейчас, нам узнать не удалось. Хозяин отказался говорить с журналистами, но волонтёрам он разрешил периодически навещать питомца. По их словам, уже сегодня собака выглядит окрепшей и жизнерадостной. Пять лет тюрьмы за жестокое обращение с животными Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за издевательство над питомцами. Так, причине боли из хулиганских побуждений, повлекшей увечья или смерть, будет наказываться тремя годами лишения свободы. Если такое же преступление совершено группой лиц или в отношении нескольких животных, то срок вырастает от трёх до пяти лет. Такая же мера наказания постигнет живодёров, демонстрирующих в сети фото и видео с издевательствами. Вместе с этим закон встаёт и на защиту животных, занесённых в Красную книгу. За их незаконную добычу, содержание или продажу можно сесть в тюрьму на срок до пяти лет. Закон уже одобрен Госдумой и Советом Федерации. Как сообщают федеральные СМИ, если президент подпишет закон, то вступить в силу он сможет до конца года. Чистое небо вернулось в Красноярск. Датчики проекта «Красноярск. Небо» сегодня не зафиксировали в городе ни одного серьёзного превышения по загрязняющим веществам. Судя по данным ежедневного мониторинга, в последний раз безопасные показатели загрязнения во всех районах Красноярска наблюдались почти 20 дней назад, 26 ноября. А уже завтра в эфире «Воскресных новостей» мы расскажем о флешмобе в поддержку этого проекта и о других важных темах. Вот короткий анонс, давайте посмотрим. Нужна ли градуснику лицензия? Он борется за чистое небо, а власти борются против него. Экологический флешмоб набирает обороты. Пресс-конференция Путина. Ожидание и реальность. Путин, бай-бай. Ну вот, давайте, заостри. ТВК «Видно везде». Журналист Екатерина Кашучик на пресс-конференции в Красном и с манифестом. Изнанка встречи президента и журналистов. В это воскресенье в 20.00 на ТВК. Что приготовить к новогоднему столу, чтобы 1 января чувствовать себя бодрым, узнаем у диетолога через 2,5 минуты. И новая серия проекта «Кинохроники Краснояре» сегодня о православной миссии по Енисею в 2000 году. В эфире новости ТВК мы продолжаем выпуск. До Нового года осталось чуть больше двух недель. Многие красноярцы уже начали закупать продукты к праздничному столу. И сегодня мы пригласили в нашу студию Ольгу Цымбалову, диетолога, заведующую Центром Здоровья. Она расскажет, как не превратить праздничное меню в испытание для здоровья и правильно поужинать в новогодний вечер. Без вреда для организма, чтобы всю ночь и на следующее утро чувствовать себя бодрым. Ольга Владиславовна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот первый вопрос такой. Ну, как это обычно бывает, все целый день готовят салаты, какие-то угощения, не едят, а потом объедаются. А можно, вот несколько советов, как этого избежать, что нужно делать? Во-первых, голодным за стол действительно нельзя садиться. Необходимо немножко перекусить, хотя бы часов шесть. И обратить внимание на праздничный стол. Мы говорим нет. Нарезком из колбасы, сырным нарезком, салатом, в состав которого входит сыр. Какие-то предварительно обжаренные ингредиенты. Готовим немного, сразу не заправляем. Накладываем в салатницу небольшое количество, все остальное оставляем в холодильнике. На горячее лучше использовать запеченное мясо, любое. Запеченную рыбу, говорим, нет гарниру из картофеля, а говорим, да, гарниру из брокколи, цветной капусты, стречковой фасоли. Должно быть на столе овощная нарезка, рыбная нарезка, много зелени. И салаты, конечно, большинство должно быть заправлено растительным маслом. Но если вы готовите салаты с майонезом, не надо гоняться за легким майонезом. Заправляйте, как обычно. И классическое оливье все-таки вместо колбасы сделать отварное мясо. Но вот порции какие должны быть? И можно ли вот все вперемешку или как-то нужно пробовать по отдельности? Конечно, хочется попробовать все за праздничным столом. Поэтому накладывать себе не больше столовой ложки, можно попробовать все. Но вот как раз должно быть много зелени, потому что зелень способствует хорошему пищеварению. И сочетание мяса с зеленью, с овощами самое лучшее. А вот алкоголь и сочетание какое должно быть? Что лучше? Традиционно все пьют шампанское, а потом переходят на что-то покрепче. Как правильно выбрать алкоголь? Шампанское можно сделать несколько глоточков. Самое главное, это должен быть качественный алкоголь. Предпочтение сделать сухому вину, это красное, белое, по желанию. И все зависит, конечно, от количества выпитого. Но все-таки я рекомендую запивать ни соком, особенно газированными напитками. Не использовать фреши различные. И запивать еду все-таки чистой, негазированной водой. Соки и морсы запрещены на праздничном столе. Ну и важный вопрос о детях. Вот им вообще какое-то отдельное меню нужно. Вот как их кормить? Обычно в праздничную ночь бдительность родителей снижается. Вот как раз много ребятишек потом попадает с острыми аллергическими реакциями. Поэтому детей, в принципе, впрок не накормить. Они съедают сколько хотят. Здесь основной акцент сделать на большое количество съеденного шоколада, мандаринов и сока. Поэтому все-таки детям газированные напитки в эту ночь не покупать. Если сок, то только яблочное. Желательно вообще для детей готовить сами морсы из нашей сибирской ягоды. И конфеты, вазочку с конфетами не ставить в доступе для детей. Ну и последний вопрос, наверное, на следующий день. Ну и там несколько дней еще. Все обычно доедают то, что есть, что было на столе. Это правильно или вот как нужно? То, что не будет съедено к вечеру первого числа, мы безжалостно выбрасываем. Хранить это дольше в холодильнике нельзя. И чтобы не объесться и не выпить лишнего, в новогоднюю ночь необходимо больше двигаться, а лучше всего танцевать. Ну а спортом можно вот сразу первого числа заниматься? Ну смотря во сколько вы ляжете спать. Если вы проспите примерно 7-8 часов и будете себя замечательно чувствовать, то почему бы не заняться спортом? Но спорт здесь больше аэробный. Это прогулки на свежем воздухе. Самое лучшее будет первого числа. Спасибо большое, Ольга Владиславовна. Я думаю, что ваши советы пригодятся многим. Ну а мы продолжаем. Северное сияние в Красноярске. Так называется новая цирковая программа, с которой к нам на гастроли приехали артисты из республики Сахай-Якутия. Программа длится 2,5 часа. За это время виртуозы показывают акробатические номера под куполом цирка. На арену выходят дрессированные песцы, лайки, олени и лисы. Все под традиционную музыку северных народов, под аккомпанемент варгана и барабанов. Во второй части представления главные герои – хищные животные, канадские черные волки, пумы и ягуары. Особенность этой программы в том, что перформанс соединяет в себе и цирковые номера, и театральную постановку. Мы, например, и шли именно из-за того, что планировалась некая мистерия – белые темные силы. И мы в каждом номере видим эту игру – белый-черный песец, белый-черный олень, белые-черные собаки, белый шаман, черный шаман. То есть мы именно вот эту игру, мы подхватываем, она нам нравится. Мне понравилось, как там папа и сын выступали обезьян. Там один катал к другому на велосипеде. И вообще так было смешно. Посмотреть новую программу можно до 14 января. Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей. И, как всегда, по субботам проект Натальи Кичиной – кинохроники «Красноярье». Сегодня о православной миссии по Енисею в 2000 году. В июне 2000 года на пароходе Прокофьев, говоря советским языком, большой десант священнослужителей во главе с архиепископом Красноярскими Ачинским Антонием, а также паломники, совершили крестный ход по северным городам Красноярского края. Енисейск. Некогда главный губернский город давно лет 200 назад потерял свое административное значение, но оставался и остается духовным центром. У ворот монастыря в честь преображения Господня владыку встретил отец Мефодий с братьями. Говорят, до революции Енисейск поражал своей красотой и великолепием, в том числе благодаря стараниями купцов-золотопромышленников. И таким количеством храмов далеко не каждый российский город мог похвастаться. Но на 2000 год из трех монастырей и 18 храмов осталось только три церкви и кочегарка, дымящая трубой из разрушенного храма. Там, где впадает в Енисей река Нижняя Тунгуска, стоит город Туруханск. Прежде он был знаменит на севере ярмаркой в праздник Петра и Павла. Сегодня Туруханск напоминает большое село. Свернутой экспедицией нефтеразведки едва теплится жизнь аэропорта. Тогда пароход Прокофьев опоздал из-за сильного встречного ветра, и миссионеры сошли на землю уже поздней, хоть и белой ночью. Но почти все жители города несколько часов терпеливо ожидали миссионеров на берегу. Туруханский монастырь в честь Пресвятой Троицы занимает важное место в жизни русского православия благодаря личности святого праведника Василия Мангазейского, первого по времени сибирского святого. Говорят, список чудесных исцелений у его гроба составляет целую книгу. Василий служил у купца в главном торговом городе Мангазей. На Пасху, когда он молился в храме, злые люди ограбили склады пушнины. Юного Василия оклеветали, предали мучениям и, убив, наскоро похоронили. Вскоре простой народ заметил, что на месте захоронения Василия Мангазейского совершаются чудеса, и там выстроили часовню. Уничтоживший в свое время почти весь город страшный пожар, пощадил только часовню. Монах Тихон на своих плечах сквозь болота и тайгу вынес святые мощи Василия в храм Туруханского Троицкого монастыря. Мангазея навсегда исчезла в болоте и тайге. Простившись с Туруханском, пароход Прокофьев повернул на юг, пошел против течения. Жители Имбатского, Ворогова и других сел проявляли трогательную заинтересованность продать добытую рыбу и пушнину. Иногда даже более, нежели в общении с миссионерами в Слове Божьем. Но ведь это так понятно. Села нищенствуют, заняться нечем, и деятельная молодежь стремится уехать в горы. Разрушение традиционного уклада русской жизни и попытка не то в колбе, не то в концлагере создать нового человека привели к убожеству и одичанию. С 2011 года Красноярскую пархию возглавляет владыка Пантелеимон. Антоний теперь митрополит Орловский, Болховский, глава Орловской митрополии. За это время подобные, столь глобальные паломнические миссии в крае совершались лишь трижды. Только святость нормальна для человека. А грех любой, даже самый маленький и самый распространённый, ненормален и искажает природу человека. Наталья Кичина, НОСТИ ТВК Проект создан при информационной поддержке красноярского кинографа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова